Девушки отдыхают Девушки отдыхают И я прошу начать пресс-конференцию Геннадия Андреевича Зюганова Прошу крайняя правая клавиша Геннадия Андреевич Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции Благодарю журналистов за столь дружную и хорошо организованную явку Благодарю ТАСС, который всегда нам представляет эту прекрасную трибуну Но прежде чем начать наше выступление, прошу показать короткий ролик Я хочу, чтобы вы внимательно смотрели то, что мы уже сделали и реально предлагаем стране Пожалуйста Людям советским характером удалось сохранить в России острова социализма Такими были бы наши города и села, если бы страну не предали в 90-е Так смогли обустроить свою жизнь труженики совхоза имени Ленина Социалистического, народного предприятия Смогли, опираясь на советский опыт Здесь норма жизни Беспроцентное судо на жилье Бесплатный детский сад и школа для детей Бесплатное медицинское обслуживание Своё будущее они создали своими руками Это наш пример того, какой может стать Россия Вперёд! Социализм! Спасибо, спасибо, спасибо Сегодня главный запрос в стране Это запрос на развитие, справедливость, достоинство и достаток Основные события в ближайшее время Будет вращаться в треугольники Отношений прежде всего американского доминирования Которое желает стать господствующим Уже угрожает целым странам И мы официально объявлены господином Трампом Вместе с Китаем качественно главными противниками Китайский взлёт сегодня показывает пример Как под идеей социализма Проведение реформ социализма с китайской спецификой Можно стать ведущей державой мира И российского возрождения Но я хотел бы обратить ваше внимание Что ныне действующая власть Прежде всего должна отчитаться За работу о прошедших шести годах И о результатах социально-экономического развития Самое удивительное, что сегодня открылся Гайдаровский форум Но там вопросы экономики и социальной сферы Задвинуты на третий план Потому что особо отчитываться нечем И так нам противостоят США Мы вместе с Китаем Вырабатываем свою будущую стратегию В этой связи хочу обратить ваше внимание на то Что несмотря на дрязги всякие политические Тем не менее США в этом году вышли на мировые темпы развития 3,5% Ослабили налоговый пресс И сейчас все делают для того, чтобы раскулачить богатых людей Иностранцев истощить к себе огромные средства Они запланировали аккумулировать 4 триллиона долларов И отремонтировать свою экономику Максимально подпитать науку и социальную сферу По жилью американцы за прошлый год Прибавили 19% Это за последнее время лучшее показать Что касается Китая Я советую всем внимательно прочитать на съезде Компартии Доклад Си Цзиньпиня на 19-м съезде Китай стал второй экономикой мира В ближайшее время станет первой Китайцы решили проблему бедности Осталось несколько миллионов Эту проблему решают полностью с 2021 года Прожиточный минимум в Китае в три раза выше нашего Они предложили глобальные проекты И становятся мировым нравственно-этическим лидером Если мы вместе с ними не реализуем эти проекты Мы останемся в сериевом сект В этой связи хотел бы обратить ваше внимание А каким образом развивается наша страна И способна ли она противостоять новому вызову Мы подготовили наша партия и патриотические силы Закон о стратегическом планировании Он был принят Президент в своих майских указах По сути дела предложил программу на ближайшие шесть лет Эта программа реально имела показатели Даны были поручения министерствам и ведомствам И мне казалось, что президент Путин Прежде всего обязан отчитаться В выполнении своих указов Ничего похожего этого нет Более того, нет и его послания Которое он обязан был сделать в конце года Доложиво, как выполняются результаты Работы за прошедший год Назову некоторые показатели Которые нас давно привели к мысли Подготовить свою программу 10 шагов достойной жизни Стратегический наш план И 20 шагов нашего кандидата Павла Николаевича Грудинина Темпы у нас самые низкие Мы не вылезли на полтора процента Если взять объем продукции за прошлый год Он сократился на 4 процента Это худший показатель за 8 лет Прибыль упала на 10 процентов По промышленности в строительстве на 30 процент Инновации обещали в президентских указах Что она поднимется до 30 Она оказалась всего 9 процент Малый и средний бизнес По сути дела проведен по ГРУМ Производитель труда обещал президент Вырастить в полтора раза Она росла 1-2 процента в год Показатель полностью провален Износ оборудования даже в нефтегазовой сфере Привысил 55 процент Экономика все более приобретает колониальный вид От 40 до 95 процентов Это иностранный капитал А в таких важнейших Как система энергообеспечения Энергообеспечения железнодорожной 75-90 процентов Что с точки зрения безопасности Недопустимо Нецелевые расходы Достигли астрономической цифры Счетная палата сказала Они стали 2 триллиона рублей Увеличились в два раза По сравнению с 2016 годом То есть воровство и коррупция разрастаются Вернули в казну всего 19 миллиардов 2 триллиона промотали налево-направо Вернули в казну только 19 миллиардов Ну и раскол в обществе достиг феноменальных размеров 46 процентов граждан живут на 20 тысяч рублей менее Более 20 миллионов нищих в богатейшей стране Олигархия 60 процентов национального богатства Захапали долларовые миллионеры И 30 процентов долларовые миллиардеры Всем остальным ничего не осталось Бюджет если глянете на 18-20 Экономика сокращается финансировано 17 процентов Социальная сфера примерно настолько же Поэтому мы предложили реальную программу Павел Николаевич как кандидат от всех государственно-патриотических сил Объединенных левых, Компартии От народно-национально-патриотических Подготовил программу 10 шагов, 20 шагов Грудинина Достойной жизни В ближайшее время большим тиражом Выйдет информационный бюллетень с этой программой Я хочу чтобы вы с ней внимательно ознакомились Поговорили в каждой семье, в каждой коллективе Ее готовили самые талантливые деловые люди, предприниматели Она готовилась на Орловском экономическом международном форуме На московском форуме Вместе с торгово-промышленной палатой Этот документ заслуживает особого внимания Павел Николаевич, прошу представить основные идеи этой программы Спасибо Сразу скажу, что эта программа уже несколько дней размещена на наших новостных и информационных каналах Поэтому вас сегодня столько собралось, наверное, потому что вы хотите задать вопросы по этой программе Но сначала скажу несколько слов Эта программа, это программа всего народа Вот знаете, у нас есть некоторые кандидаты, которые говорят там против всех Вот эта программа за всех Эта программа, которая позволит нашей стране стать действительно богатой, действительно достойной И занять то место в мире, которое она должна занимать Тут написано, что национальные богатства должны быть национализированы И это даст возможность получить доходы в бюджет не 13 триллионов рублей, а 25 триллионов Эта программа говорит о том, что нужно инвестировать в собственную страну Не хранить деньги в иностранных ценных бумагах А делать так, чтобы инвестиционная привлекательность нашей страны была такой Чтобы и мы все, и все остальные деньги не загоняли в офшоры А вкладывали их конкретно в наше производство Эта программа говорит о том, что предприниматели должны жить спокойно А это справедливые суды Эта возможность не платить такие сумасшедшие налоги И самое главное, не бояться, что придут и отнимут твое имущество Эта программа, когда 7%, не меньше 7% бюджета страны Должно тратиться на здравоохранение, образование и науку Эта программа для молодых, которые должны получать Как в свое время я получил беспроцентную суду от государства Для того, чтобы иметь собственное жилье А ипотека должна быть не больше 3% годовых Эта программа, когда всякие финансовые организации Не являются ростовщическими, а являются реально организациями Которые инвестируют в нашу страну Эта программа, когда люди не боятся рожать Потому что семья с двумя детьми в нашей стране, к сожалению, стала уже за чертой бедности Эта программа тех, кто хочет, чтобы в России не было 22 миллиона людей Которые живут за чертой бедности и едва сводят концы с концами Я тут ехал сюда и видел плакат «Сильный президент, сильная Россия» Нет «Сильная Россия» — это когда богатый народ И главное, как живут люди Вот эта программа, в результате, если ее реализовать Эта программа придет к тому, что мы будем иметь богатый, зажиточный народ Мы будем иметь справедливое распределение богатств между всеми, а не конкретной кучкой олигархов Много можно говорить о том, какие методы мы применим для того, чтобы реализовать эту программу Но главное понятно Вот сегодня, кстати, вы знаете, идет Гайдаровский форум Это вроде как экономический форум, но на самом деле это собрание неудачников Эти люди на протяжении многих лет говорили о том, что бы они сделали, чтобы Россия была великой В результате у них ничего не получилось Если такая возможность будет у нас в ближайшие несколько лет, вы увидите, что Россия совершенно поменяется И станет совершенно другой страной Страной, где люди хотят жить, а не выживать Спасибо Спасибо, давайте теперь предоставим слово Юрию Юрьевичу Юрий Юрьевич Болгарев, пожалуйста Я представитель постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России Общество целенаправленно, искусственно расколото Множество разногласий по отношению к прошлому сохраняются Но мы сумели объединиться, потому что у нас единое понимание того, что нужно делать сегодня, завтра и послезавтра И мы в центр внимания ставим не то, о чем мы можем спорить, а то, в чем мы едины Теперь, всего несколько акцентов Вот эта программа «20 шагов» включает в себя много привлекательных предложений Наши противники, власти тоже говорят «А, популисты!» Так вот я скажу всего о трех механизмах Первый – решительный разрыв скандалами ВТО Это не наши правила, не в наших интересах Это то, что сдерживает наше развитие Мы должны создавать собственный центр научно-технологического развития Включать мощные механизмы протекции отечественному производителю Одновременно создавая механизм, препятствующий паразитированию на этой протекции Первое Второе – превращение центрального банка в нормальный орган государственной власти Подконтрольный, подотчетный, наказуемый И вся финансово-банковская система должна быть развернута на обеспечение развития реального сектора экономики Все механизмы известны, здесь только смысл, суть того, что мы делаем Третье – возврат в страну наших денег, которые должны быть вложены в инвестиции 105 миллиардов долларов вложены только в казначейские обязательства в США И еще много-много через разные другие формы Это должны быть наши инвестиции в развитие Обращаю внимание Рассуждение о внешней политике – это одно А решение даже этих ключевых, не сугубо внутренних, а геополитических вопросов Выводит нас на совершенно другой уровень возможности решения вопросов И внешнеполитических, их поддержки соотечественным за рубежом И вообще включение механизмов развития Спасибо Спасибо Ну что же, коллеги, теперь у нас есть возможность перейти к вашим вопросам и получить ответы Итак, давайте по традиции все-таки первый вопрос предоставим возможность задать информационному агентству России ТАСС Прошу вас, коллега Павел Николаевич, на эти выборы, кроме вас, представляющих левые и партию КПРФ, левые силы нашей страны Идет также партия коммунистов России и зарегистрирован уже кандидатом президента Максим Суракиных, лидер Вот как вы относитесь к такому соперничеству? Спасибо Вы поймите, к любому соперничеству надо относиться положительно Потому что в споре рождается истина Если человек хочет что-то добавить в нашу программу Или как-то, скажем, высказать собственную позицию То этого надо приветствовать Я вообще считаю, что чем больше разных мнений сталкивается Тем ближе мы к истине будем Только если это, конечно, человек не идет для того, чтобы поручить других кандидатов Часто бывает так, а я с Максимом встречался год назад на слушаниях, на дебатах Знаете, когда человек ничего не предлагает, но одновременно все отрицает и клевещет на прошлое Вот с этим я абсолютно не согласен Я хочу добавить, значит, хочу обратить ваше внимание Что впервые все левые, народно-патриотические, национально-патриотические, компартии России Все крупнейшие движения и организации Будь то защиту армии, студенческое движение, комсомольское, женское движение Союз писателей Все объединились и провели действительно демократическое выдвижение кандидатов Все говорят о демократии Я еще год назад обратился с открытым письмом Опубликовал 21 кандидатуру Кто мог бы быть рассмотрен в качестве и кандидатов в президенты, и премьеры И в состав правительства народного доверия национальных интересов Мы в течение года обсуждали И в ходе обсуждения родилась впервые коалиция Которую входят объединенные левые Господин Сурайкин, если бы он был левый, мог бы сюда попасть Но он вместо этого выполняет поручения администрации Выполняет роль шестерки Смысл его выдвижения срочного и сбора подписей Могла только инициировать администрация Почему? Потому что испугались, во-первых, широкого народного объединения Во-вторых, сильного кандидата И что самое главное, вдруг они увидели, что посреди криминального беспредела Рядом с Москвой за 15 лет родилось хозяйство Городок социальный, социалистический городок Где реально реализованы чайные граждане Где средняя зарплата 78 тысяч Где лучшая в мире школа построена, не взяв ни копейки государства Где уникальные детские сады с полным комплексом воспитания Где потрясающий парк по мотивам русских сказок Где суперсовременные производства, фермы, сады и все остальное Там действительно реализована главная установка нашей Конституции Что у нас социальное государство, а не криминально-олигархическое Мы будем срочно высовывать только для одной цели Обмануть и запутать избирателей Ничего тут нового нет Ничего нового нет Я думаю, уже в этот раз обманывать Сурайкиным другим не удастся Геннадий Иванович, я так полагаю, что вопросов будет много сегодня Смотрите, сколько у нас журналистов И в основном они, конечно, Павел Николаевич Как кандидатов в президенты Российской Федерации Давайте тогда мы в таком более жестком регламенте будем работать Чтобы все-таки удовлетворить максимальное количество наших коллег с их вопросами Да, давайте следующий вопрос Переместимся в эту часть зала Елена Шилева, РБК Уважаемый Павел Николаевич Интересна вот такая информация 28 декабря При подаче документов на выдвижение в ЦИК Вы подавали эти документы Вами были представлены сведения В которых значилась информация О доходах, источниках этих доходов, размерах их О банковских счетах А также о ценных бумагах 9 января в ЦИК поступила уже уточненная информация И в этих уточнениях значились уже 5 счетов В иностранных банках И некоторые ценные бумаги И вот интересно, что уже после регистрации на сайте ЦИК Появляется официальное сведение о кандидате Грудинина Павлина Николаевича И снова никакой информации об этих счетах там не значится Не могли бы Вы прокомментировать эту ситуацию Окончательно внести ясность Вот в эту ситуацию Действительно, которая очень широко обсуждается в СМИ И если можно, сразу короткий вопрос Геннадий Андреевич, Вам Вот неужели Вы не понимали, что такая реакция будет И что и эта реакция в СМИ И Ваша реакция на всю эту ситуацию в СМИ Это вполне закономерная такая часть предвыборной гонки Ожидаемая Я надеюсь, что РБК и Вы конкретно хорошо знаете российское законодательство В соответствии с законом Тот, кто открыл зарубежные счета Должен уведомить налоговую инспекцию И налоговая инспекция прекрасно знала Я выполнил это Счета были открыты в марте 2017 года Это связано с личной трагедией у меня в семье Это, ну, скажем так Мне не очень хочется это обсуждать Но, Вы знаете, к сожалению Некоторые операции у нас в России вообще не делаются Вот Но о счетах знали все без исключения И никто о них не забывал Их было три, они были закрыты 28 числа у меня в кармане лежала бумага из банка о том, что эти счета все закрыты Тем более, что, Вы должны тоже понимать Именно единственная политическая партия КПРФ У которой сохранились демократические процедуры И в том числе я до последнего момента не был уверен, что меня выдвинут Это случилось 23 декабря Но к этому готовились А когда пришли документы Вот 28 числа Вдруг выяснилось, что в этом банке Есть еще два транзитных счета Которые я даже о них не знал Потому что при оформлении Покупки ценных бумаг А Вы знаете, что в заграничных банках Если деньги просто лежат То они обесцениваются И банк предлагает такую услугу, как покупка А потом продажа ценных бумаг Кстати, сразу скажу, что люди, которые знают экономику Представить себе не могут, что ценная бумага Одна может стоить 200 тысяч долларов Это невозможно И поэтому все было сделано абсолютно правильно В соответствии с законом Вы же знаете, что у нас там длинные новогодние каникулы И все счета были закрыты Все необходимые процедуры были проведены Но что всех сильно возбудило Что вместо ценные бумаги В документах, которые были поданы в ЦИК Была написана ценная бумага Ну, скажем так Вот это единственное множественное число Привело к тому, что люди стали перемножать одно на другое Хотя на самом деле Если Вы возьмете законы Приложение у закона Выясните, что там написано Дается пакет Написано так И цена всего пакета В результате, да, действительно У меня на расчетных счетах А потом опять на расчетных счетах После того, как операции все были проведены Было 25 миллионов рублей Я Вам напомню, что мой доход За 6 лет 157 миллионов Я неплохо зарабатываю Значит, и могу себе позволить Тут есть некоторые журналисты Которые за мной гонялись Могу себе позволить на 18 лет Ездить, например, на не самые богатые курорты Я сразу Вам скажу В Санкт-Морице я не был А вот в других курортах горнолыжных я был Но это все сделано в соответствии с законом И Центральная избирательная комиссия Единоградно проголосовала за то Что я стал кандидатом президента Если бы вот что-то было не так Я Вам гарантирую Меня бы не зарегистрировали Но главное Это другое Меня беспокоит Знаете что? Что-то как-то всесильно возбудились Ну скажем так Возбудились этому всему И скорее всего Это является основанием Сказать Грудине никакой не кандидат Согласованный в администрации президент Иначе бы так бы не было Некоторые вопросы Знаете там решаются по-другому Поэтому я только одно могу сказать Судя по всему Коммуническая партия Российской Федерации Национальные патриотические силы И все левые движения Сделано правильный выбор Наши оппоненты испугались Это точно Спасибо Я хочу вас всех успокоить Если бы конечно было у нас там 7,5 миллиардов Мы с Павлом Николаевичем Кроме уникальной школы Детский садов и парков Уже бы отгрохали лучший В стране медицинский центр Где все вы обслушивались бы бесплатно И если вы перечислите нам Насчет этих денег Ну мне поразило другое Все об этом знали Знали о реальной картине Знали скрытые акции Но вместо этого Целые передачи Весь вечер тарабанили 7,5 миллиардов 5 миллиардов Это полные чушь и ложь За которые тем кто ее Производил будет стыдно Мы официально все лидеры Патриотическое движение Вам передали в руки заявление Мы возмущены вот той грязной волной Которая сегодня поднимается Во-первых Она абсолютно невыгодна стране Абсолютно невыгодна Которые обложили со всех сторон И пытаются ее добить Во-вторых Она совершенно невыгодна президенту Потому что ему нужна честная компания Нормальная Конкурентная Он говорил Важно чтобы на выборы Вышли с созидательной программой Мы ее выдвинули Мы выдвинули Талантливого кандидата Мы настаиваем на публичных дебатов С основным кандидатом Речь идет о нынешнем президенте Путин Что касается лжи и грязи Я прошел через эти мерзости Павел Николаевич сказал Успокойся Еще не то будет Потому что как только Они чувствуют слабину У них нет других аргументов Программы нет Сильной команды нет Успехов правительства нет Результатов нет Обнищало нищее население на лицо Производство не работает Современные технологии не освоили За 20 лет своего телефона не сделать А что касается лжи Она бывает чудовищная В данном случае еще один образец Чудовищной жизни Перед вами сидит владелец гостинцы на Кубе Мне Куба официально дала справку Что у Живанова нет гостинец Счетов на Кипре официально дали Все счета переворошили Нет там ничего Завода в Иордании Нет там у меня завода Вот лесопилок в Карелии Или в этом самом Коме тоже нет Сейчас еще раз Если такая же волна повторится Как 90-е Это будет стыдно Стыдно всем Прежде всего власть И стыдно тем государственным каналам Которые официально сеют эту ложь Мы высказали Свою претензию вчера В том числе и руководителям Мы надеемся Что они сегодня покажут Достоверные результаты И в этом отношении Каждый из вас тоже заинтересован В правде В противном случае Мы из этого Копкана Не выскочим Коллеги я обращаю внимание Мы распространили заявление Официальное В Центральную избирательную комиссию У вас оно должно быть на руках Я надеюсь вы используете Это в своей работе Итак Следующий вопрос коллеги И я тогда прошу Давайте такого правила придерживаться Мы будем задавать вопрос И говорить кому мы его адресуем Поскольку вопросов много А времени у нас не так много Нет такой большой ресурс Павел Николаевич У меня вопрос к вам Тоже касается ваших счетов Вы в своей программе 20 шагов Сказали о том Что нужно возвращать деньги в Россию Я хочу чтобы вы поделились опытом Как вы возвращали свои деньги Из зарубежных счетов И может ли эта схема Помочь предпринимателям Представьте Я очень хорошо Представьте пожалуйста Максим Ткаченко Лайф Очень приятно Давайте начнем с вас Ко мне вчера в совхоз Где я живу Приехал Дьявол Люцифер Знаете Этот Люцифер Гонялся за работниками Кричал что если я с ним не переговорю Он там Ну в общем бывают такие люди Я хотел к вам обратиться К Лайфу Вы Понимаете что вы делаете Вы берете например моих детей Снимаете их Потом выкладываете их в интернете Вы показываете где я живу Вы делаете вещи которые Вот вы родителям с вами рассказываете Что вы вообще делаете У меня просьба такая Вы передайте своим Ну я понимаю что бывают продажные журналисты Бывают люди которых нет ни чести ни совести Но вы передайте своим этим сутенерам И тем кто им платит Что это борьба идей Это борьба людей Но это борьба Не нужно чтобы женщины и дети страдали Что же вы у себя в своем ресурсе выложили Как я иду по Мюнхенскому аэропорту Как я с детьми там иду по закрытой зоне Я понимаю что меня 20 минут держали сотрудники ФСБ На пограничном контроле Чтобы вы успели добежать Но я вас очень прошу Поймите 19 марта все наступит И нам придется друг другу в глаза смотреть Поэтому не переходите на вещи которые являются семьей Я вам сразу на ваши вот эти вот все вопросы отвечу У меня такая же семейная ситуация как у нашего нынешнего президента У меня точно так же никаких счетов за границей нет Но у меня есть родственники Да я сделал операцию своей матери за границей Да у меня у сестры тоже была операция за границей Да в ближайшее время будет еще очень много потрачено денег Кстати не только у моих родственников Но и у моих сотрудников Вы посмотрите Мы пролечили людей в Израиле, в США Ну там где это можно сделать В моей программе написано Что я хочу чтобы люди сюда приезжали И здесь сделали операции Мы довели наше здравоохранение такого состояния Что приходится тратить деньги всем без исключения На операции детей там И поэтому да У меня есть честно заработанные деньги Которые я подарил тому родственнику Который будет заниматься лечением моего очень близкого человека Вас ответ может устраивать Павел Николаевич Спасибо Павел Николаевич Одну минуточку Одну минуточку Я вам дополнительно отвечу Геннадий Андреевич У нас не много времени Нет, 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 Николай Давайте мы будем придерживаться аргамента Очень коротко Мы время оплатили Хорошо, очень коротко Мы время оплатили Вы дирижируйте Вы нам не мешайте проводить Я вам официально отвечаю Мы усилим все охранные мероприятия Усилим И все сделаем для того Чтобы вы провокацией не занимались Если бы нам Павел Николаевич сказал Мы давно Я призываю нашу службу из опасности Подреки их сил Удвоить бдительность Коллеги, следующий вопрос Да, передайте микрофон, пожалуйста Здравствуйте Константин Дорофеев Газета «Известия» У меня два вопроса Павел Николаевичу и Геннадию Андреевичу Павел Николаевич Как вы считаете Вас называют крупным капиталистом Предпринимателем, бизнесменом Не расходится это С какими-то идеологическими догмами С самой там партии Просто немножко диссонанс возникает Потому что, наверное, было бы правильно назвать КПРФ антикарактеристической Так сказать, следуя канонам Карл Маркса, Ленина и так далее А вы предприниматель Какой эффект здесь наблюдается? Если вы позвольте Геннадию Андреевичу сразу тоже вопрос задам Геннадий Андреевич Политическая мобильность Это явление актуально для современных политиков Но не считаете ли вы, что член По отточению Кандидат без партбилета Который раньше состоял в Единой России У него какие-то отношения с партией власти Может после выборов Снимительный вид, скажем так Политический фронт Не опасает ли вы этого явления? Просто интересно Первый вопрос был задан Павлу Николаевичу Прошу Пожалуйста Вы назвали сразу и бизнесмен, и предприниматель И еще третья фраза Капиталист Ну, давайте так Есть понятие социально ответственного бизнеса Есть люди, которые зарабатывают деньги А потом большую часть этих денег тратят Не на себя любимых А на территорию вокруг И часто Геннадий Андреевич нашу территорию Называют территорию социального оптимизма Почему? Потому что Да, мы живем там же, где Мои подчиненные, я имею в виду топ-менеджеры Которые тоже неплохо зарабатывают, не хуже меня И я живем в тех же домах, где и наши работники Мы не выплачиваем себе дивиденды А деньги тратим на три вещи На материальное благосостояние работников и пенсионеров На социальное развитие территории И на модернизацию производства Мы не угоняем деньги в офшоры И, кстати, могу сказать, что у меня хватило бы ума Купить яхту за рубежом Но этого я не сделал и делать никогда не буду Но действительно мы вложили деньги, которые заработали честным трудом В ту территорию Но вы посмотрите на нашу программу На мою программу Там же написано, что я за то, чтобы ввести прогрессивный налог И чем больше человек получает, он больше должен тратить Потому что это повсеместно Это не касается, допустим, каких-то капиталистических или социалистических стран Это принцип должен быть такой Что богатый платит больше Потому что он более успешен Ему надо поддерживать бедных А что в Швеции и Финляндии Это что страны социалистические Нет, они капиталистические И, например, тот же Китай При тех же принципах, которых мы пишем О 20 шагах Он одновременно развивает предпринимательство Средний, мелкий бизнес там расцветает Люди становятся богаче Но основные все-таки, скажем так, природные богатства Основные судьбоносные отрасли Такие как транспорт, как тарифы Все это под контролем государства И я считаю, что тут нет противоречий Это социалистические принципы Кстати, вы знаете, что основоположник моего совхоза Владимир Ленин Придумал НЭП Это его была идея Новая экономическая политика Вот считайте, что здесь все последователи Ленина Которые считают, что должна быть новая экономическая политика Спасибо Спасибо Геннадий Андреевич, да, хорошо Да, уважаемые журналисты Коллеги, вопрос задан Геннадию Андреевичу Мы так сейчас очень много Пожалуйста, решайте нам Уважаемые товарищи Пожалуйста, оперируйте не догматами А реальными действиями Внимание Миллиарды были У акционеров совхоза имени Ленина Они взяли эти миллиарды И два миллиарда вложили в строительство школы Никто их не заставлял Это свои личные деньги Они вложили в это Вот здесь там 20 камер Ну вы съездите, посмотрите, снимите Поговорите с детьми и их родителями И вам сразу все станет ясно Спасибо Что касается партийности У нас во фракции много лет работая Жорес Иван Селферов Он был партией власти Потом приходит Нобелевский лауреат Великий ученый Крупнейший специалист Один из самых авторитетных людей Не только в стране И мировой науки И говорит, Геннадий Андреевич Я хотел бы к вам прийти во фракцию Я говорю, вы прекрасно понимаете Вам будет нелегко Он говорит, знаете Вот сидят все, обсуждают И говорят Надо заботиться образованием А сами вводят ЕГЭ И уничтожают лучшую Российско-русско-советскую школу Лучшую признанную в мире Говорят, надо развивать науку А сами оставили науку без денег Более того, все крупнейшие институты Отдали фоно-контору Которую ничего в науке не смыслили Они говорят, что надо в бюджет вкладывать Но чтобы науку развивать Надо минимум 7% от расходной части Столько вы на образование А сами вкладывают в 2-3 раза меньше Я не могу там сидеть Я говорю, ну мы вас с удовольствием примем Но вы прекрасно знаете У нас есть порядок, дисциплина и все остальное Росе Иванович пришел к нам И не только он Павел Николаевич тоже в свое время Понадеялся на то Что первое послание президента будет выполнено Кстати, под первым посланием Кутина И я бы подписался После маразма Ельцинского управления Пьянство Евросоюза Когда пришел человек и сказал Будет социальное государство Я за это Будет справедливое общество Я за это Мы одолеем бедность Я за это Мы поддержим талантливых людей Тремя руками Я за это Мы будем развивать малый и средний бизнес И ограничиваем элигархат Сумеем побороть Я за это А на самом деле Вот посмотрите, что мы имеем на сегодня Поэтому я считаю Любой, кто сегодня осознал происходящее Открытые двери у нас И во фракции У нас 11 тысяч депутатов по стране работает Кстати, очень много беспартийных За нас голосует треть верующих Поэтому мы приветствуем такое возвращение И считаем, что оно абсолютно осмысленно Оно не только осмысленно Оно реализовано в конкретном хозяйстве В виде уникального Потрясающего народного предприятия Кстати, закон о народном предприятии Готовил я, Примаков и Масляков И приняли сейчас таких 200 Таких 200 А может быть по стране еще больше Поэтому давайте пожелаем Павлу Николаевичу Это реализовать в масштабах всей страны Спасибо Так, следующий вопрос Давайте мы предоставим возможность Интернет-сегменту Интернет-смейзадать Дайте микрофон Добрый день Георгий Янс Одинцово-Инфо, Московская область Вы в своей программе говорите Одна из самых наших главных проблем Это сырьевой характер экономики Но, как мы знаем Продажа и покупка земли Это тоже элемент сырьевой экономики И вы в начале 2000-х годов Продали значительные территории Под застройки Вегаса Твой дом Золотые ворота и так далее По имеющей информации Эти договоры купли-продажи Составили порядка 730 миллионов рублей Я сейчас спрашиваю Поэтому, конечно, говорю Но, по оценкам экспертов Земля золотая Мы знаем в ближайшем Подмосковье Одинцовский район Ленинский Красногорский Там цена земли Ну, как нефть Даже выше Что вот эта земля Которую вы продали За 730 миллионов Ее цена составляет Порядка 7 миллиардов Может быть, я заблуждаюсь Или поправите меня И скажут, что это не соответствует Действительность Спасибо Ну, спасибо за вопрос Совхоз Университет находится В зоне Московской Кольцевой автодороги Земли, которые Примыкают 200-метровая зона Кольцевой дороге К сожалению Невозможны К производству Сельхозпродукции И мы их, конечно Бесплатно отдали Действительно продали Правда, я не знаю Что такое Золотые ворота И 730 миллионов Это очень маленькая сумма Только от одной сделки В позапрошлом году Мы получили больше Двух миллиардов Значит И мы Это самая высокая цена На землю Но у нас есть решение Общего собрания акционеров Что все деньги Я вам уже рассказывал Да Они попадают В бюджет хозяйства А потом Используются На Вы знаете Сколько Вот тут сказали Вы сказали 730 миллионов Это копейки Вообще На самом деле Это мифы Да Оно Мы должны понимать Что за последние 15 лет Совхоз Вене Ленина В три раза Сократил работников Ну потому что Модернизировал Производство И в пять раз Увеличил производство Сельхозпродукции Причем Наша продукция На всех В том числе Международных выставках Признается Одной из самых лучших Ну и по качеству И по объему Поэтому Когда-то В совхозе Когда я пришел К директорам Было 2017 гектар Сейчас 1955 Вы понимаете Какой объем Земли Мы потеряли Около 50 гектар И какие Деньги В результате Мы получили Чтобы Сделать Нашу жизнь Лучше Но эти деньги Мы вложились Знаете Во что В бесплатные Квартиры Нашим работникам В модернизацию Производства Если вы приедете И увидите Что Мы не единственная Ферма Которая полностью Роботизирована Это в Московской области В совхозе имени Ленина Вы увидите Что у нас Детские сады Похожие на замки И каждый такой замок Стоит От 300 до 500 Миллионов рублей Поэтому Деньги Которые Мы получили От тех земель Которые Нельзя было Использовать Для сельхозпроизводства Все пошли в дело Вопрос Был о другом Спасибо Следующий вопрос Так коллеги Да Давайте Давайте в эту часть Зала Радио Свобода Шакиров Моя фамилия Вот Пять минут назад Вы Как говоря Рассказывали О той грязной игре Которая применяется Против вас Вас задержали В накопителе И ФСБ Организовало Слежку Или позволило Той компании Которую вы назвали Делать снимки Семьи Детей И так далее В связи с этим У меня вопрос Вы Ненавидный человек Вы прекрасно понимаете Откуда раздаются Эти команды Лить на вас грязь И искать Всякий компромат Но Имя человека Вам известно Почему Вы его Не называете И не критикуете Никто Не может В этой стране Делать то Через ФСБ Тем более Делать то Что делают Ваши оппоненты Или ваши конкуренты Или те Кого наняли Почему Вы не критикуете Путина Во-первых Я вам сразу скажу Что это не так Услужливый дарак Опаснее врага Слышали такую фразу В России Это часто происходит У меня один Очень высокий Российский чиновник Руководитель Одного из Надзорных ведомств Сказал Знаешь Ты же выступаешь Все время Ты что думаешь Мои подчиненные Не Причем мы с ним Дружим Давно Больше 20 лет Он даже не был Таким начальником Тогда Когда мы с ним Познакомились Он говорит Ну ты понимаешь Что они все равно Будут что-то делать Да К тебе придет проверка Не всегда Я смогу тебя защитить Потому что Эта проверка Официальная Вот И я вам могу сказать Что вот эта вот Попытка сделать Из главного Руководителя нашей страны Вот Человек который Все вообще Контролирует Это глупость На самом деле Некоторые вещи Невозможно контролировать Даже директору совхоза Некоторые глупости Твои подчиненные совершают Не по твоей указке А потому что Они просто такие Причем я сразу скажу Что это Два пограничника Обыкновенных Которые ждали звонка Чтобы меня С моей семьей пропустить И они очень лояльно Мою семью пропустили А меня оставили И я стоял Ну ждал А потом им позвонили И меня выпустили Сказали Ну сбой системы Поэтому я могу Только предполагать Но Вы должны понять Это не борьба Между людьми Это борьба Идей И поиск лучшей жизни В нашей стране Я не собираюсь Никого критиковать Потому что Этот человек Может быть где-то Как вам кажется Или кому-то еще Сделал что-то не так Я хочу Чтобы Принимем Нашу точку зрения Да Социальное Государство Да То что написано В Конституции То есть Бесплатное образование Бесплатное здравоохранение Значит Достойная жизнь пенсионеров Все это должно случиться Так или иначе Мы к этому придем Спасибо Спасибо Уважаемые журналисты Уважаемые журналисты Надо понимать Что наш кандидат Очень уважительно Относится Ко всем своим конкурентам Включая главу государства И вы это сейчас увидели Но мы Национально-патриотические силы Ни в коем случае Не снимаем ответственность В том числе за эти вещи Из главы государства То и глава государства Должен понимать Что ответственность В конечном счете За подобные вещи Точно на нем Да Пожалуйста Вот тут Коллега Как раз Не надо кричать Дайте микрофон Вы давно Руку поднимаете Пожалуйста Не нужно Не нужно Просто говорите Да Испинская розетка Эльпоис 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 В жизни В жизни ваших Близких людей Но Что должно произойти И при каких условиях Чтобы вы послали Этих людей Как это Врач Здесь В России Это вопрос денег Вопрос системы Вопрос Технического оборудования Вопрос Калификации И что это Должно быть Чтобы они Могли лечиться О тех вещах От которых Они лечились Сау-Бежом Завес в России Это одно И второе Как вы представляете И как Думаете Можно улучшить Облашения Между 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 И Россией Спасибо Как вас зовут Как вас зовут Пилар Пилар Вы знаете Что в Испании Одно из лучших Здравоохранений В мире Испанское Здравоохранение В Европе И считается Лучшим И там За 5 евро Можно получить Такие Ну Вы знаете Что такое Программы Скажем так Страховые Вот у нас Абсолютно Абсолютно Противоположное Здравоохранение У нас В программе Есть Что нам Нужно Прежде всего Убрать Так называемых Посредников Вот эти Страховые Компании Которые У нас На самом деле Получают Бюджетные Деньги Но как вы знаете В России В момент движения Все время Что-то теряется У нас К сожалению Мы не вкладывали Деньги В нашу науку У нас нет Лекарственных Препаратов Вы знаете Что мои друзья Возят из Германии Не подарки Своим Родственникам А лекарства Которые Почему-то Даже при тех же Названиях Что здесь Работают Гораздо лучше Если ты купил Их там У нас К сожалению У нас Прекрасные Врачи Но так называемая Бандартизация Здравоохранения Реформа Здравоохранения На 55 месте Из 55 стран По уровню Здравоохранения Вы можете Сколько угодно Рассказывать людям Что они живут В сильной стране Но если они Не получают Нормального Веденческого Обслуживания Причем я сразу могу сказать Что у нас Прекрасные врачи Вы знаете Что во времена Войны Из 22 миллионов Раненых 17 миллионов Вернулись в строй Обратно А еще 6 миллионов Хоть и были Комменсованные Но были Заняты В Холесте После того Как война прошла К нам приезжали Англичане И все остальные Учились Нашему здравоохранению И почему Сейчас мы Вынуждены Наших Детям Собирать Извините меня На операции Деньги Добровольцев А в этот момент Вот Это Скажем так Называемое Здравоохранение Оформлено На зарабатывание Денег А врач Погружен В огромное количество Бумаг Этого Объяснить На мой взгляд Не может никто И поэтому Здесь в этой программе Написано Что мы хотим Чтобы наше Здравоохранение Стало опять Таким Чтобы вы Из Испании Приезжали к нам И пытались Лечиться у нас Спасибо Хочу напомнить Что мы Вносили При рассмотрении Бюджета Чтобы на Здравоохранение Шло примерно 7% Расходной части Это Европейская норма Мне казалось Что это Предложение Примут Но заявили Что у них Денег нет Я официально Мы 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 Давно Решили Эту Проблему Давно У нас Была Уникальная Диспенсеризация И каждый год Проходил Теперь раз в 3 года Попробуй Дойди И пройди Эту Диспенсеризацию Отсюда И такие Проблемы Медицина Сидит На голодном Пайке Даже профессиональные Врачи И специалисты Никак не могут Решить Многие Проблемы Мы Поправим Это Дело Довольно Быстро Коллеги Следующий Вопрос Давайте Здесь В первом Ряду Девушки Вопрос Павел Николаевич Меня зовут Елена Лайф На предыдущий Вопрос Вы не ответили Может быть Ответить На Мы Ответили Вопрос На Лайф Давайте Следующий Павел Николаевич Вы решили возвращать В пресс-конференцию Задавайте вопрос Вы решили возвращать Деньги Из-за рубежа После Регистрации Кандидата Президента Или До этого Давайте Так Договоримся Что Это Последний Вопрос В эту Предварительную Президентскую Компанию Которую Я буду Отвечать Лайфу Потому Что Еще раз Вы Ведете Совершенно Нечестную И Безобразную Компанию По отношению Для меня Но Я же вам Сказал Что от того Что я Ну скажем так Стал кандидатом Президента Мои родственники Не вылечились И поэтому Ты не должен Ничего Возвращать Ты должен Просто сделать так Чтобы родственники Получили Медицинское Обслуживание И эти счета Были закрыты Мной Мной Мой родственник Так получит Лечение Это понятно Вам Поэтому Главное Для нас Вообще Для всех Для нас Главное Чтобы Семья А это У нас Совхоз Есть Семья Знаете Когда ты Работаешь С людьми Это Семья В вашей Семье Непорядок Вы Работаете В какой-то Грязной Компании А вот У меня В семье Порядок И мы Друг Другу Помогаем Вот Поэтому Я Считаю Главная Ведь Задача Другая Геннадий Задача Сказал Надо Сделать Так Чтобы Здесь Мы Получали Такое Медицинское Обслуживание Чтобы К нам Ехали С тех Стран А у Нас Действительно Великие Ученые Медики Смотрите Что Мы Когда-то Фамилии Я вам Не буду Называть Но Вы Понимаете Что Мы Действительно Были Самыми Успешными С точки Жени Медицины Спасибо Пожалуйста Коллеги Ну Давайте В эту Часть Перейдем Зала Дайте Микрофон Пожалуйста Виктор Синевок Мультимедийный Информационный Центр Известия У меня Два Вопроса Один Про Зарубежные Щита Скорее Не про Чита А про Форму В которой Это Было Сделано Скажите Пожалуйста Ну вот Сначала О них Не было Известно Были Позные Документы Потом О них Известно Стало Да Потом Мы Скали Что Была Ошибка Банка И так Далее Сейчас Вы Говорите Что Это Деньги На Лечение Почему Нельзя Было Ну Изначально Сказать Да Я Кандидат У Мне Есть Счета Я Их Закрою А Не Вот В Такой Форме Все Это Подавать И Не По Такой Системе И Второй Вопрос Скажите Пожалуйста В 2016 Году Ваше Предприятие Павел Николаевич Ваше Предприятие Вам И вашему Сыну Выплатило По 37 Миллионов Рублей Они По Спарку Проходят Как Подарки По Коду Проходят Как Подарки При этом Вчера Вы Сказали В интервью Что 22 Года Вы Не Получали Дивидендов Совсем Что Это Скрытые Дивиденды Или Что Нибудь Ещё Спасибо Вопрос Я не совсем Понял Вопрос Ещё раз Уточните Моё Предприятие Выплатило Мне И моему Сыну По 37 Миллионов Рублей Вы Что-то Перепутали Это Неправда Потому Что Я Сейчас Вам Написню Почему Моё Предприятие Совхоз Имени Ленина Совхоз Имени Ленина Платит Мне Заработную Плату Если Вы Внимательно Почитаете Мой Фонд Заработной Платы А мой Сын Если Вы Имеете Ввиду Моего Младшего Сына Антона То Он Работает Начальником Отдела Аренды Не мог Получить От Совхоза Такие Деньги Это Немыслимо Просто Подождите Дайте Я Вам Отвечу Если Вы Имеете Ввиду Моё Предприятие То Вы Обманули Тут Общественность Что Что касается Второго Вопроса Еще Раз 28 Числа В соответствии С законодательством Счета Были Закрыты Но Для Того Чтобы Уточнить После Транзит Счета Я Вам Это Объяснял Уже Взяли Специальное Время Это Не Противоречит Закону Уточняющие Сведения Не Противоречит Закону На День Моей Официальной Регистрации Когда Проверили Все Никаких Проблем С моими Счетами Не Было Поэтому ЦИК Меня Зарегистрировал И Вы Должны Понять Что Специально Так Написан Закон Тем Более Что Вы Должны Знать Что Есть Вещи Которые Внутри Банка Происходят И Даже Об Этому Не Знаешь Вот Вы Думаете Вы Дали Какую Команду Банку Он Не Сразу Это Делает Через Транзит Счета А Вот Понятно Мне Понятно Спасибо Вопрос Ищерпан Следующий Вопрос Следующий Вопрос Следующий Вопрос Вопрос Ищерпан Геннадий Андреевич Сейчас Ругались Закончит Вопрос Ищерпан Мы Дальше Не будем Отвечать На Вашему Сосходу Пожалуйста Следующий Я говорю О своем Предприятии А предприятие ТТ Девелопмент Это Совершенно Другое Предприятие Там 80 Послушайте Меня До Это Предприятие Которое Первоначально Создано С одной Японской Корпорат А потом Перешло В совхоз И 88% Принадлежит Совхозу Но Это Предприятие Перечисляет Дивиденд Я бы Про совхоз Имени Ленина Говорите Ну вот и все А я говорю О своем Предприятии В котором Я Работаю Совхоз Имени Ленина К ТТ Девелопмент Я несу 4% Моих акций Спасибо вам Пожалуйста Следующий Вопрос Коллеги Давайте Вот девушка Вот там в конце Я просто не вижу Да давайте Павел Николаевич Вы только представьте Пожалуйста Ой извините Деловая газета Татарстана Бизнес онлайн Ольга Вандышева Расскажите пожалуйста О своих взглядах На федерализм Вот вы выступаете За централизацию Власти Или считаете Что регионы Должны быть Самостоятельны Ну прежде всего В бюджетной политике И еще вот ваш Конкурент Собчак Она в частности Говорила о том Что Москва Должна дать Свободу Регионам Определять Например Своё отношение По поводу Преподавания И изучения Языков Татарского языка В частности Как вы считаете Регионы Должны Определять Изучение Языков В каком Порядке Это должно Быть Обязательное Или добровольное Изучение Спасибо Вы Если Знакомитесь С нашей Программой Увидите Там Что Там Записано Что Еще кстати Евгений Максимович Примаков Царство Небесное Говорил о том Что Вообще-то Россия Сильна регионами И 50% Налогов Должно Оставаться Там И регион Не должен Зависеть От подачи Из федерального Центра И я как-то Меня Я был тогда Депутатом Областной Думы Меня В составе Группы Депутатов Областной Думы Пригласил Муртазар Арахимов На празднование 250-летия Дня рождения Салавата Юлаева И могу вам сказать Что у нас Общее мнение Что если Сильные регионы Значит Сильная Россия И это Недопустимо Когда деньги Все собираются В центры А потом Раздаются По принципу Там Свой-чужой И еще раз Говорю Что это И потом Деньги еще Теряются И обязательно Нужно дать Больше свободы Регионам Финансовой Экономической И это Есть В нашей Программе Что касается Языковых И всех Остальных Ну вы знаете Я тут Больше Сторонник Примеров Советского Союза Когда При всем Многообразии Были У Союзных Республик У Субъектов Федерации У краев И областей Возможности Развития Гораздо Шире Чем Сейчас Поэтому Если Меня Вы Проголосуете Выберете Президентом У нас Будет Вот такая Межнациональная И федеральная Политика Спасибо Юрий Юрьевич Пожалуйста Добавит Да Я просто Добавлю Факт Из нашей Программы И цифра Сейчас Разница В бюджетной Обеспеченности Между Москвой И большинством Регионов Страны Вы вдумайтесь Сколько денег Бюджет на человека В 30 раз Именно Поэтому По Москве Нельзя Проехать Все Сбежались Сюда Пробки Потому что Нигде Больше Почти Жизни Нет У нас Программный Пункт Выравнивание Бюджетной Обеспеченности На уровне Там 3-4 раза Не больше Чтоб Жизнь Была Везде Чтоб Люди Нормально Могли Жить Везде Спасибо Более Того Я Трежды Вносил Предложение При формировании Бюджета В федеративном Государстве Должен быть Приниматься И бюджет Федеративного Государства Сейчас По бюджетному Кодексу 50 на 50 Это По закону А фактически Складывается Более 60% Средств Аккумулируют В центре А потом Будешь хорошо Служить Получишь А не будешь Не получишь Это дикий Перекос Другой стороны Наиболее Справедливая Форма Решение Это Когда Примерно Треть Средств Будет Аккумулироваться Для Общенациональных Программ Связанных С безопасностью Крупными Социальными Объектами Или Программами Треть Примерно На местные Проблемы Республики Края Области И Треть На местные Самоуправления В зависимости От регионов Эти пропорции Могут Изменяться Но Сегодня Глава Местной Власти Имеет Минимум Полсотни Поручений И не имеет След Для решения Ни одного Вопроса Поэтому Мы как раз И предлагаем Ввести Бюджетный Федерализм Разумно Использовать Средства Для решения Всех Насущных Проблем Пожалуйста Девушки Давайте дадим Я долго Тянула Давно Тянет руку Журнал Ампоент Елена Рохлина Павел Николаевич Я пришла Выразить Огромную Благодарность От людей От простых Которые Очень Активно Включились В вашу Компанию Не ожидая Когда это Сделает Компартия Это люди Благородные Они Все Участвуют В благотворительных Акциях Это Неравнодушные Наши Активисты И Они Передают Вам Просто Огромное Спасибо За то Что Вы Озвучили Все Те темы Которые Действительно Важны Это Национализация Это Избавление От Паразитизма И Вопрос У меня К вам Такой Как вы Думаете Почему Журналисты Работающие На Олигархов Все СМИ У нас Держат Олигархи Почему Они Никогда Не Освещают Ничего Что Имеют Там Наши Министры Олигархи Ближние Кремлю Почему Они Никогда Об этом Не Рассказывают Ни про Ралдугина Хотя Бы В критической Форме Хотя Бы Так Вот Это Неправда На Нас Газдеп Всякие Эти Гадости Говорит Да Такой Вопрос Почему Вот Этот Молодой Человек Который В зеленой Рубашке Никогда Не Не Задаст Вопрос На Телевидении Вот Кому Нибудь Из Премьер Министров Или Кому Нибудь Из Ближайшего Окружения Нашего Президента Павел Николаевич Вы Поняли Вопрос Вопрос Я понял Да Все Спасибо Ответ Мы Создавали Такую Систему Долгие Годы К сожалению Это Так Потому Что Независимые СМИ Это Основа Демократического Государства Да Получилось Так Что В результате Независимых СМИ Осталось По пальцам На одной руке Можно Пересчитать Но Меня Вообще Это Беспокоит Сильно Потому Что Любая Власть Должна Быть Подконтрольна Четвертая Власть Которой Мы Говорим Сейчас Она К сожалению Сейчас Находится В очень Тяжелом Положении Нам Нужно Сделать Так Чтобы Средства Массовой Информации Были Независимы От Государственных И тем Более От Олигархических Группировок Я Ответил На Ваши Вопрос Спасибо Спасибо Я Добавлю Вопрос Я Добавлю Коротко Мы Просто Вывалимся Из За Нее Не Надо Нам Навязывать Порядок Мы Представляем Программу Я Старший Вы Должны Меня Служить Вы Представляете Мы Не Ответили На Это Вопрос Вы На Территорию ТАСС Я Веду Пресс Конференцию И Понятно Что Больше Вопрос Вопрос Больше Вопрос Потому Он Кандидат Президент Он Кандидат Президент Уважаемые Все Прошу Следующий Вопрос Николай Можно Кандидатов Президента Николай Можно Кандидатов Президента Николай У меня Такое впечатление Что Вы Кандидат Президента Дополню Поэтому Пожалуйста Уважаемые Все Журналисты Зрители Когда Вы Видели Что Кто 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 Пытался Перебить Действующего Даже Не то Что Президента Премьер Министр Министр До Последнего У него Стоят Вот Так Так Позе Будьте Добры Корректно Уважительно Отнотитесь Кандидату Президента Российской Федерации И его Команде Это первое Второе Маленькая Чуть Может быть Некорректность Была Допущена Подправлю Мы Единая Команда Коммунистическая Партия Левые силы Национально-патриотические Силы Какие бы у нас Ни были Противоречия Нет Такого Что Кто-то Там Раскачивается Мы Вместе Работаем А В то же Время Естественно Люди На местах Проявляют Свою Инициативу Это Очень Здорово Пожалуйста Люди Проявляйте Свою Инициативу Если Эта Компания Нашего Народного Кандидата Станет Действительно Общенародной Что Вы Не ждете Команды С штаба А действуете Сами Это Будет Гарантия Нашего Будущего Успеха И победы Спасибо Насчет Освещения Мы С площадки Городка Со Входа Имени Ленина Отправили На Донбасс 68 Конвоев Каждый Конвой Это Примерно 120 140 Тон Это Помощь Детям В основном Детям Старикам Ребятам Раненым Больным Отправляем Лекарства Одежду Стройматериалы Приняли Здесь У нас В Москве В пионерском Лагере 2000 Детей Должен вам Сказать Что При освещении Оказывают Конвой Который Отправляется Государственный И ничего Не говорят О том Конвоя Который Отправляется По линии Народно-патриотических сил Это Такая Стыдубушка Которую Трудно Комментировать К Новому Году Только из Ростовской Области Отправили 40 тысяч Подарков Дети Вместе 100 тысяч С остальными Регионами Я хотел Поблагодарить Всех Кто это Сделал Можете Освещать Не освещать Но мы Эту благородную Работу Продолжим И преть Коллеги Следующий вопрос Лаконичный вопрос Лаконичный ответ Время у нас Не так много Павел Николаевич Кандидатов Максим Калашников Рой ТВ Павел Николаевич Будет уточнение В программе По национализации Все таки Формально 70% Национализировано А государственное Но у нас же Приватизировано Государство Второй вопрос Будет ли у вас Пересмотр позиций По минским соглашениям По признанию ЛНР и ДНР То есть И третий вопрос Зачем нужен Госсовет Высший Все таки Он подменяет Получается Свободного выбранного парламента Как его вообще Будет выбираться Кто будет В него входить Это что Совет Айтоу Вообще Зачем нужен Спасибо Пока вы задавали Третий Я забыл Первый Вопрос Напомните Давайте еще раз Первый вопрос Повторите Первый вопрос Ну давайте так Да Простите Будет ли в пункт О национализации Государства Потому что Формально На 70% Все уже Вроде как И государственное Спасибо Вот вы В каждом ответе Половина В каждом вопросе Половина ответа Вы же слово Формально Сказали Да Действительно Формально Какие-то Государственные Корпорации Формально Государственные Но почему Тогда они Не перечисляют Все свои Прибыли В бюджет Почему Происходит Очень интересная Вещь Государственные Корпорации Перечисляют Деньги В так называемые Прокладки Которые Потом В бюджет Так и не попадают Эти деньги И на эти деньги Невозможно Лечить Детей Давать Пенсии И поэтому Формальность Должна быть Убрана И если Формально Подходить К любому Вопросу Знаете Как говорил Сталин Вроде как По форме Правильно А на самом деле Издевательство Получается Так вот Мы уберем Эти формальности Ваш второй вопрос Чего касался Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Пересмотрите Вы позицию По Минским соглашениям И по признанию Донбасской Новороссии Сегодня В Советской России Высла Большая статья Называется она Открытость Независимости Защищенность Там есть Наша позиция По поводу В том числе И ситуации На Украине И довольно взвешенные Но я вам прочту Конец Мы его высказываем Чтобы вам Это было до конца понятно Вполне естественно Было бы удовлетворить Желание Населения Донбасса Вернуться в Россию Или по крайней мере Признать их независимость Потому что Мнение людей Прежде всего Это главное Люди должны Высказывать свое мнение На референдумах И эти референдумы Должны быть основой Вообще демократии И кстати В нашей программе Написано Что многое Что нужно Как принимает решение Власть Нужно поменять Нужно больше народовластия Нужно больше референдумов Нужно больше Мнения граждан И третий ваш вопрос Касался госсовета Госсовет Это конституционный орган Который Понимаете Президент Это вот Я вам как директор совхоза скажу Думайте Что директор совхоза Все знает Как правильно сеять Как правильно доить Как правильно Там допустим Производить соки Нет У него должен быть орган Который ему Не только советуют Но иногда его и ограничивает И поэтому В конце В двадцатом пункте Наших предложений Вот этих шагов Написано Что нужно ограничить Власть президента Во-первых Двумя сроками Второе Нужно сделать орган Который бы Согласовывал Немногие его действия Это парламент Но не в том виде В котором он сейчас находится Вы видите Что наш парламент делает Да Это же вы Журналисты Его обозвали Бешеный принтер И именно поэтому Нужно Сейчас иметь Вот я всегда Привожу Несколько примеров Ну вы понимаете Что если госсовет Который сейчас существует Был бы реально Госсоветом Который может Спорить с президентом А не состоит Из его подчиненных То тогда Может быть Президенту сказали Слушайте подождите Секунду Детей нужно кормить Не до полутора лет А до трех Например Потому что в три года Уже им занимается Муниципальная Власть И они идут В детские сады Или например Ну какой смысл Давать банкам Возможность Командовать строителями А ведь сейчас Пытаются всех Загнать в банки А мы что не знаем Что такое Российские банки Как они на самом деле Тут там не только Деньги граждан И предпринимателей Пропадают Но и деньги Тех строителей Которые Вот в результате Вот этой реформы Произойдут И многое другое Что Президент просто В силу своей Он конечно Я имею ввиду Наш Не нынешний А вообще Президент Всегда Очень Эрудированный человек Но всего Он знать не может Именно поэтому Нужен Госсовет Это мое Абсолютное убеждение Спасибо Относительно Высшего Госсовета Прошу Внимательно Вслушаться По конституции Которой Приняли Под расстрел Парламента И которая Не набрала Половины Голосов У нас Президентская Власть Ничем не ограничена И никем Не контролируется У него полномочий Больше Чем у царя Фараона И янсека Вместе Взятых Всех назначает Всеми Командует Всех Жалует Не отчитывается И ни за что Не отвечает Это ненормально Какой бы ни был Талантливый человек Это ненормально Еще в бытность Царицы Анны Анновой Ее власть была Ограничена Думскими Дьяками При царе Был государственный Совет И довольно Эффективно Работал Смысл Государственного Совета Не собрать Своих Подчиненных А собрать Самых Талантливых Уважаемых Самых Перспективных И рассмотреть Любой Национальный Проект И предложить Его стране И федеральному Собранию И поконтолировать Чтобы правительство Эффективно Реализовывало У нас за последние годы Нет ни одного Крупного Проекта Ни ГОРО Ни НЭП Ни модернизации Одна говорильня Которая заканчивается Отрицательными Результатами Мы можем Эффективно Развивать страну Но госсовет Может быть Очень важным Органом Который позволит И президенту Вовремя Прислушаться Глазу народу И самым талантливым Людям А нет Давать Только приказы Своим подчиненным Которые Собираются И молчат Они боятся Лишний раз Слово Сказать против Спасибо Давайте Дадим Следующий вопрос Тоже давно Тянет руку Девушка Здравствуйте Еще раз Павел Николаевич Ирина Журавлева Телеканал 360 Подмосковье Собственно Во-первых Что хотелось бы сказать Вы на нас Не обижайтесь Но просто Правда Хочется узнать Правду И про счета И про земли И про все Поэтому столько Об этом вопросов У меня вопрос Про тех людей Которые В вашем совхозе Замечательно работают Нам стало известно Что когда-то Даже было уголовное дело И у некоторых Пайщиков Вы якобы Отнимали земли И вообще-то Такая сложная история Что вы сначала Отнимали Потом продавали Просто хочется узнать Как было на самом деле Просто расскажите Как это было Вы 360 Это Региональная Московская область Финансируетесь Из бюджета Московской области И сразу скажу Что Я гораздо беднее Нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева Это точно АПЛОДИСМЕНТИКИ Второе В 1995 году Прошло акционирование Совхоза Это было По указу президента Все говорят Что ты олигарх Ты какой-то там Ну слушайте Но если в 1993 году Борис Николаевич Ельцин Своим указом Вообще запретил Государственные Практически Совхозы и колхозы И написал указ О реорганизации Совхозов и колхозов В частные предприятия То мы вынуждены были Это делать И нам повезло У нас плодопитомический Совхоз Опытно показательный Мы пошли По отдельному Постановлению 466 Тогда еще тяжелого И в 87 Постановлении Правительства Российской Федерации Что мы единое предприятие Нас нельзя Разорвать Потому что Миллиарация общая И поэтому У нас не было Никогда Поев У нас была Коллективно Совместная Собственная Земля И в 93 Году Нам В 93 В 95 Нам дали Свидетельство Одно Большое На коллективно Совместную Собственность А потом В 96 Году Благодаря тому же Борису Николаевичу И группе Чиновников Которые Хотели Устроить Ну скажем Так Борьбу Внутри Совхоза Написали Еще 417 Поев Хотя Акционеров Было 526 А пенсионеров Еще Тысяча Человек И с того Времени Все Закрутилось Но Мы выиграли Все суды Верховный Суд Российской Федерации Подтвердил Что у нас Никогда Не было Поев У нас Были Только Коллективно Совместная Собственная Земля Которая В 1995 Попала В акционерное Общество И те Самые Люди Которые Потом Время От Времени Как только Рейдеры Ловят И дают Им Деньги Начинают Писать Какие-то Исковые Заявления Вы знаете Рейдеры Всегда Поддержаны Либо Властью Либо Судами Либо Губернаторами Вот Всегда Это Длится Первый раз Это было В 2006 Году Потом Еще Уже Больше Десяти лет Как только Какая-то Начинается Как только Я иду В главы Района В депутаты Областные Депутаты Государственной Думы Сразу Возникают Эти люди А потом Опять Успокаиваются Ходят Некоторые На акционерные Собрания Вы должны Понять Что одновременно Нельзя быть Владельцем Пая И одновременно Акционером Все эти люди Которые Как будто Недовольны Их по-моему Около Восьми Человек Осталось Они все Акционеры Совхоза Они могут Прийти на собрание И увидеть Куда Деньги Расходуются Но Главное Другое Вы приезжайте В совхоз Поймайте Любого Пенсионера И спросите Как ему Живется И он Вам скажет Как у него Ну вот Поэтому Спасибо Спасибо Юрий Юрьевич Добавил Пожалуйста Уважаемые И журналисты И зрители Вы поймите Главное Что нам Демонстрирует На своем Двадцати С лишним Опыте Павел Николаевич Грудинин Можно ли Разделить Нашу страну На сто сорок Миллионов Индивидуальных Кусочков Каждому Будет касаться Что он страшно Богат У него кусочек Независимый Самостоятельный К чему это приведет Потому что Все станем Рабами Внешних сил Павел Николаевич Грудинин Сделал так Что люди Которые доверились Ему Не стали Рабами Внешних сил Вот это самое главное И он то же самое Сделает для страны Московская Кольцевая дорога Сто восемь Километров Все Кто вокруг Разделил На мелкие куски Всех Или приватизировали Или убрали Или выгнали Или подкупили Вы Вокруг Кольцевой дороги Не найдете Хозяйств Рудинин Не только Сохранил Не только Сберег В пять раз Приумножил Имеет лучшую Социальную базу И самую Высокую зарплату В стране Для своего коллектива Не бросили Ни одного ребенка Ни одного пенсионера Учитесь Так можно делать Во всей стране Пожалуйста Спасибо Вот у нас На заднем ряду Коллега Тянет руку Все время держал Я не знаю Из какого СМИ Добрый день Павел Николаевич Меня зовут Артем Воснеев Я корреспондент Телеканала Мир Вопрос следующий Вот вы говорили Что вы Менее богатый Чем Губернатор Московской области В связи с этим Вопрос Сколько Вы заработали За прошлый год 83 миллиона 23 миллиона Копейки Еще раз Моя декларация Опубликована На сайте Центральной избирательной комиссии Там за 6 лет Все мои доходы И Это не секрет Я действительно Очень хорошо зарабатываю И главное Что мои работники Они за то Чтобы я хорошо зарабатывал Если хорошо зарабатываешь И платишь налоги То мало воруешь Вы должны это понимать Да Пожалуйста КПРФ Павел Николаевич В начале февраля В США Будет Публикован Очередной список Российских олигархов Которые попадут Под санкции Но В основном Это так называемые Друзья Путина Вот как вы думаете Какое значение Для нашей страны Будет иметь Публикацию Этого списка И введение Против данных лиц Новых санкций Спасибо Я могу вас заверить Со стопроцентной уверенностью Что моей фамилии В этом списке не будет Который будет опубликован Это точно Что касается Обсуждения списка Ну давайте дождемся его Вы почему-то абсолютно убеждены В том что там будут Друзья Еще кто-то Я Еще раз Не слежу за личной жизнью Нашего нынешнего президента И не хочу Комментировать То чего не видел Но могу сказать точно Если вы Ну и мы все вместе В ближайшее время Не предпримем Каких-то усилий Чтобы эти деньги Вернулись в страну И работали на нашу страну А у нас ведь проблема Вы знаете Мы говорим Что у нас нет денег На инвестиции У нас нет Проектного финансирования У нас есть очень много Задач Которые нужно решить В том числе С помощью финансовых ресурсов Кстати Вы знаете Что санкции В основном Коснулись Кредитных организаций Которым не дают кредиты Да зачем нам кредиты Если мы вернем все деньги Наших Ну скажем так Друзей Не важно кого Людей Которые Их вывели за рубеж И вернем их сюда Но на мой взгляд Нужно сделать другое Почему деньги Уходят из страны Конечно По двум причинам Первое Это здесь Нету справедливого суда И никто не верит В незыблемость собственности И если вы гарантируете Всем незыблемость Их собственности То чего деньги Хранить где-то Тем более что Здесь у нас Ну скажем так Если вы сделаете Конечно Население богатым Приложение Денежных средств Инвестиций Гораздо лучше Чем куда-то За границу Их отправлять Тем более что Вот сейчас мы увидим Что их не просто так А может быть Вообще не отдадут Деньги Уворованные у нашего народа Скорее всего Начнут работать Не просто так На экономику Там США И других стран А еще и останутся Там навсегда Вот что страшно Американцы Уже направили Своих представителей Во все крупные банки И прослеживают Транзации Где, куда, сколько И каким образом Даже свитцарские Немецкие Французские банки Сдались За то что Якобы они не показали Некоторых тех Граждан США Которые укрывали Там деньги Дойче банк Штрафовали уже На 8 миллиардов Швейцарский банк На 12 по-моему И французский На 8 миллиардов Долларов Так что Американцы Сейчас занимаются Прежде чем Выколачиванием Этих средств Которые стянут К себе И будут за эти деньги Развивать свою страну На месте Путина Я бы давно Вернул эти деньги Для этого Надо предложить Реальную программу Созидания Куда их можно вложить И дать определенные гарантии Но первое Что он должен сделать Вести прогрессивную Шкалу налогов Которая должна Обязать каждого Вкладывать эти деньги В свое развитие Производства Во всей Европе В ведущие страны 35-45% Верхняя планка И в Китае Похоже И в Индии А у нас Нищий Платит такой Налог Как и олигарх Спасибо Геннадий Андреевич Павел Николаевич Следующее мероприятие У нас У коммунистов России У нас пресс-конференция Для средств Массовой информации Кандидат Президента Максим Александрович Сурайкин Поднимает руку Вопрос в том Что Дадим возможность Или нет Задать вопрос Можно я вас прошу У нас дебаты Что отменились У нас дебаты Будут Если зарегистрированный Кандидат То мы с ним Продебатируем Но это же Несколько в другом формате Это ваше оплаченное время Поэтому я думаю Что если у вас Как журналист зарегистрировался Он журналист Нет Он не журналист Ну тогда зачем Давайте журналистам Дадим возможность У вас оплаченное У нас время до 4 Давайте так Давайте не дискутируем Пожалуйста Переходим к вопросам Журналистов Это следующий вопрос И наше время Подходит к концу Пресс-конференции Давайте еще два вопроса Пожалуйста КПРФ РОМ Алексей Прагин Как вы считаете Почему президент Уклоняется от дебатов Не будем И вот даже Все заметили Что даже не было Послания традиционного В конце прошлого года Прокомментируйте пожалуйста Вопрос вы кому задаете Геннадию Андреевичу Или Павлу Николаевичу Павлу Николаевичу Павлу Николаевичу У нас в законе Не написана Обязанность Любого человека В том числе И кандидата в президенты Участвовать в дебатах Это не обязательно И это личное дело Каждого Я считаю Что дебаты Это Наиболее лучшая И демократичная Процедура Которую нужно применять И вот тут Стоит Максим И мы с ним Обязательно проведем Дебаты Но только не В принципе Вопрос тебе А ответа нет Да Вот когда Мы пойдем на дебаты То мы с ним Как раз Об этом и поговорим Я не знаю Что думает Любой из кандидатов Ну у меня просто Нет телепатических способностей Вот Но думаю У него какие-то Есть для этого основания Я считаю Что дебаты Между всеми Кандидатами Должны быть проведены Это точно Юрий Юрьевич Пожалуйста Уважаемые И журналисты И главное Граждане Граждане Которые нас видят Вы хотите Чтоб были дебаты Главы государства С его конкурентом Если хотите Придите на выборы И голосуйте Так Чтоб был Второй тур Во втором туре Нынешний Глава государства От дебатов Не отвертится Спасибо Что касается Послания Я считаю Что оно Должно было быть Обязательное Более того В послании Президент обязан был Подвести итоги В том числе И пяти лет Высказать Свои Программные положения На выборную кампанию Страна бы С интересом Обсуждала И это было Весьма полезно Что касается Непосредственных Дебатов Я приглашал И Ельцина И Медведева И Путина Писали все Лидеры Патриотических Организаций Все Нобелевские Лауреаты Но они Не выполняют Эту простейшую Норму Моя личная Точка Зрения Нормальные Президентские Выборы Когда есть Кандидат Есть Программа Есть Полноценные Дебаты И сильная Команда Мы будем Настаивать На проведении Таких Дебатов Спасибо Сказать Мы с ним Давно Связаны По жизни В 90-е годы Вместе Входили В совет Помогали Поддерживали Трудовую Россию Которую Он создавал В том числе Его печать Это яркий Человек Который Знал Три языка Который Бывал В горячих Точках Который Выступал На советском Радио И который Всегда Отставил Советские Высшие Ценности Вход Иванович В последнее Время Болел Но Сегодня По сути Дела В стране Война Идет Война Против Всего Светлого Народного Патриотического Жаль Что он Так рано Ушел Из жизни Кланяемся Ему Сегодня Совет Трудовых Патриотических Сил Их 52 Организации Все Без исключения Включая КПРФ Высказали Соболезные Друзьям И близким И участвуют В организации Поддержки Тех Кому Нужна Помощь Особенно Помощь Сегодня Ваш вопрос Был Геннадию Андреевичу Или Павлу Николаевичу Тоже Павел Николаевич Если хотите Что-то добавить Ну 7 ноября Мы с Виктором Ивановичем Вместе Участвовали В мероприятиях Посвященных Столетию Великой Октябрьской Стихической Революции У нас есть Общая фотография Он там Изображен С плакатом И на нем Моя фотография Я могу сказать Что это конечно Потеря Это потеря Для всех нас И это такая Эпоха уходит Вообще Любой ветеран Который умирает Это еще Одна Боле Трагедия Эти люди Жили в Великой стране Под названием Советский Союз И они могли Рассказать Как на самом деле Там было все Построено И это было Общество Справедливости При всем Негативе Которые Вот эти вот Либеральные Скажем Силы Лили Льют на Нашу Прошлую Историю Поэтому Это эпоха Она уходит Мы должны Сделать Все Чтобы Всем Людям Было Легче Жить Я имею Ветеранам В том числе Соболезнования Моей Семьи Спасибо На этом Наше время Подходит К концу Я благодарю Коммунистическую партию Российской Федерации За эту пресс-конференцию Редактор субтитров А.Семкин